Приветствую вас, аноним. Я постараюсь ответить вам на вопрос, который вы задаёте. И надеюсь, что это поможет вам решить ваши проблемы. Смотрите. Мужчина не хочет делать, ну, собственно, для вас просто нужно, да. Для того, чтобы он это делать, стал неоправедливо и чтобы он этого захотел. И, в общем-то, захотеть он может этого в двух случаях. В первом случае, когда, давайте даже в трёх. В первом случае, когда ему цены и важны ваши чувства, ваши желания, ваши переживания. То есть, когда он видит, что, например, вы расстраиваетесь из-за того, что он этого не делает. Что вам больно, из-за того, что он там ничего-то не делает. Что вам плохо, что качество вашей жизни снижается очень сильно из-за того, что он не делает чего-то. Из-за того, что вы хотите. То есть, в том случае, если для вашего партнёра важно то, что вы чувствуете и то, что вы переживаете. В этом случае, человек может делать что-то для вас. Во втором случае, это ситуация, когда человек делает что-то для вас, делает что-то для себя. То есть, тут необходимо донести до человека, показать, продемонстрировать реализацию его собственных интенций, его собственных желаний в том, что нужно вам. То есть, указать ему на значимую пользу, значимую именно для него пользу. В том случае, когда человек может сделать что-то для вас, это ситуация, при которой не делание чего-либо для вас оборачивается негативом, значимым негативом для человека. То есть, не приобретает некие негативные последствия. В чем-то это пересекается с первым случаем, когда вы транслируете партнёра, что вам плохо, что вам тяжело, что вам больно. Вот. Но здесь есть ещё и личные негативные последствия для, скажем так, невыполнения, для личных негативных последствий от невыполнения того, что нужно партнёру. Наверное, ещё есть момент, это договор. То есть, вы можете просто договориться с человеком, что вот ты делаешь это, я делаю то и всё. Но это уже больше такие отношения по расчёту и не каждому такая форма отношений пройдёт. Вот. А вот, в принципе, вот эти вот четыре у нас получилось, четыре момента, которые могут быть основаниями для того, чтобы партнёр делал то, что нужно вам. Два из четырёх можно назвать смежными. То есть, они, ну, они не полноценные. Да, полноценных у нас получается три из три. Дальше. Многое зависит от того, какие взаимоотношения у вас с мужчиной. То есть, очень многое зависит от того, как вы друг друга воспринимаете, что вас объединяет. То есть, что вот составляет костяк данных ваших отношений. Насколько вы воспринимаете друг друга как личности, как мужчины и женщины. Вот. Это тоже очень важно. Наконец, если у мужчины не выходит из зоны своего комфорта, может быть, он боится, может быть, у него есть какие-то психологические проблемы, на которые тоже имеет смысл обратить внимание. И обратить внимание мужчины. И мягко, но достаточно целеустремлённо указывать мужчине на то, что его психологические проблемы вредят вам. Наконец, есть проблема перекладывания личной ответственности на другого. Точнее, даже не совсем эта проблема. Сколько, наверное, правильнее было бы сказать восприятия мужчиной того, что вы от него ждёте и того, что вы от него хотите. Как давление на себя, как некое требование, как некую директиву, которая вызывает желание сопротивляться этому, которая вызывает желание противиться этому и так далее. То есть это не акты свободной воли. И на мой взгляд, вы со своей стороны, когда говорите о том, что хотите, чтобы мужчина сделал то, что нужно вам, демонстрируете эмоциональную зависимость от человека. Эмоциональная зависимость от человека никогда не бывает позитивной для отношений. И несмотря даже на то, что некоторые хотят, чтобы партнёр был зависим, это не добавляет, собственно, зависимость, не добавляет плюсов партнёра. Добавляет, скорее, минусов. То есть глобально здесь проблема в том, что мужчина, видимо, считает, что вы от него зависите и вы никуда не денетесь и никуда не уйдёте. То есть он под этим не боится вас потерять. Страх потерять партнёра здесь используется не совсем в том смысле, который предполагают данные выражения, данные слова, лексические значения слов, из которых состоит выражение. Страх потерять партнёра здесь я использую в смысле осознавания факта ценности человека, который находится рядом с тобой, и осознавания того факта, что человек, который рядом с тобой, понимает свою ценность, не позволит её принизить и, если что, будет готов отстаивать свои интересы. То есть страх потерять партнёра здесь не переживание по поводу того, что человек уйдёт и по поводу того, что отношения завершатся. А здесь страх потерять партнёра я использую как обозначение понимания ценности партнёра рядом и понимание того, что партнёр понимает свою ценность и готов её отстаивать. И если, например, вот, в отношениях люди ставят себя так, что, ну, ты можешь меня оскорблять и, в общем-то, я позлюсь-позлюсь и тебя всё равно прощу, то в таком случае ценность партнёра снижается и вот это вот знание о том, что человек может уйти в случае чего, то есть он, конечно, относится к нам позитивно, он относится к нам хорошо, но он может уйти, если его будет что-то не устраивать, оно подталкивает человека к тому, чтобы более ценностно и более внимательно относиться к потребностям партнёра. Если человек относится к потребностям партнёра невнимательно, то у него есть, скорее всего, есть вот это знание, даже если оно не осознаётся, что партнёр как-то привязан к нему, это такое, знаете, ну, такое семейное чувство, да, оно из семьи приходит вот, когда человек начинает другого человека воспринимать в этом смысле исключительно негативным, как семью, то есть семья здесь это вот такие, знаете, братья по неволе, можно сказать так, и человек сам воспринимает себя как привязанного к партнёру, и партнёра воспринимает тоже как привязанного к себе моку, но мы с тобой в одной лодке плывём по жизни. В некотором смысле это хорошо, потому что такой человек с социальной точки зрения является более надёжным, более таким стабильным, вот, он не будет там изменять, не будет делать это решение, но с точки зрения личностной и с точки зрения личностного взаимодействия, как вы сами можете видеть, это несёт только лишь негатив. И да, в некотором смысле вы сами вот выстроили такой фундамент поведения мужчины, что он не хочет для вас сделать то, что вам нужно, и помимо того, чтобы искать способы добиться от человека совершения того, что вы хотите, вам очень желательно поменять свою модель поведения, чтобы перестать подкреплять у мужчины такое вот, ну, можно сказать, неценностное восприятие вас и ваших желаний, при условии, что у мужчины нет психологических проблем, которые начали бы ему выходить из своей зоны комфорта. Вот. То есть отсутствие психологических проблем и такая некая предопределённость его данной модели поведения, например, его характером, его психологическим, так сказать, портретом, да, его личностью. Если человек изначально не выходил из зоны своего комфорта, то, соответственно, он вряд ли будет выходить и потом и потом. Или если человек очень много и сильно выходил из зоны своего комфорта ранее, то, скорее всего, он перестанет это делать потом. То есть, это говорит, там, в первом случае говорит о том, что вы человек не принимаете таким, как он есть. Вот. И это значит, что о любви речь не идёт. Значит, речь идёт либо о расходе, либо об отношениях по расчёту, по договорённости. Вот. А вот во втором случае здесь идёт о неправильной презентации отношений в целом. То есть, если человек в начале отношений очень много выходит из зоны комфорта, а потом это делать перестанет, значит, всё-таки отношения остались на страсти, на завоевание. И получается, что либо вы ведёте себя так, что у вас нужно завоевывать, либо вы выбираете мужчин, которые любят завоевывать. Но у завоевания есть, в общем-то, светлая и тёмная сторона. И светлая сторона заключается в том, что в начале отношений очень много, очень много таких знаков внимания оказывает. Вот. А потом они прекращаются вообще от слова совсем. Вот. И тут тоже этот момент нужно корректировать. Ну и последнее, наверное, на что я хотел обратить ваше внимание, это на то, что в ваших же интересах сделать так, чтобы свои желания вы могли удовлетворять самостоятельно, без какого-то воздависимости от партнёра. Поэтому здесь я бы вот всё-таки, всё-таки порекомендовал бы хотя бы просто посмотреть, как вы пришли к тому, что нуждаетесь в реализации того, что нужно вам через другого человека, а не, ну, абсолютно не может этого сделать. То есть, как бы, вот, с точки зрения личностного восприятия, да, всё, что нужно человеку, он может, в принципе, сделать сам. Если он не может сделать чего-то сам, то, скорее всего, ему не нужно. Или это завышенные такие требования к себе. Ну, то есть, искусственно созданные, искусственно выведенные требования к себе. Вот. Ну, я, наверное, такой пример приведу, немножко, утрированный, да, утрированный. То есть, гиперболизированный, усиленный пример, чтобы вы поняли, о чём я речу, это, не будем слушать, не касается вас напрямую. Предположим, есть человек, который учится и который хочет получить определённую профессию. Вот. Он учится и он понимает, что вот в этом университете, которому он учится, ему не нравится. Он хочет другой, там, более престижный, более что-то ещё, он пытается туда перейти, он пытается туда попасть как-то, но у него не получается это сделать по разным причинам. То есть, там, не получается, там, сдать вступительный экзамен, не получается, там, что-то ещё сделать. Ну, короче, не получается. Денег не хватает, если он, там, на платной, ну, на платной основе поступает туда, да. Вот. И здесь человек, который несёт ответственность за себя, он просто говорит себе, ну, я пока не способен, да. То есть, либо я столько не зарабатываю, либо я не настолько подготовлен, чтобы сдать вступительный экзамен. Человек, который не ответственен за себя, он начинает искать возможности окольными путями, он всё-таки туда попасть. Так-то, вопреки тому, что он явно не способен в этих, ну, он явно не подходит. Вот. Он начинает искать окольные пути, ну, вот, он пытается кого-то поразить, он пытается кого-то подкупить, он пытается кого-то подмазать, и в итоге, в итоге, в итоге он туда всё-таки попадает, но это не делает его более приспособленным. Это делает его, скорее, зависимым от тех людей, которым вы помогли. Вот. Вот мне бы не хотелось, чтобы вы с поправкой на реалистичность, чтобы вы оказались в такой же ситуации. На этом всё, я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится. Спасибо за внимание. Удачи, спасибо. hitäch. Да .